МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новина региона. У студии Алена Мельщенко. Увитаю вас сегодня в выпуске. 32 неполнолетние Могилёва застались без попячения войсков. У запешей погоди в поражении суда. Унутренные уступные экзамены начались в высшейших навышальных установах. Плануют первый опал, рыхтуют печи и дровы. У Бобруйску проходит 15-й международный пленэр по керамице Арджижаль. Две с половой тысячи долларов для реализации мясовой инициативы. У Краснополей ладится кермаш в рамках проекта майстерней мастцовых экологичных инициатив для развития микрорегионов. Нагадаем, ЮН финансуется программой малых грантов Глобального экологичного фонду. Семь пауднево-усходних районов Могилёвшины обороняли свои проекты. И только пять инициатив со Славгородского, Черековского, Костюковицкого и два с Краснопольского районов отрымали стартовый капитал у две с половой тысячи долларов для реализации своих инициатив. На кермаш за опытом приехали таксама делегации с инших районов Могилёвской области и с Бранской области России. 32 дитяти и подлетки Могилёва застались без попячения батьков за первое по годе 2017-го. Это, когда мамы, таты, парашения суда были позбавлены батьковских правов. Причина одна – детей покинули в социально небеспечном становище. Лёс и еще трёх детей вырошали днями у Ленинском районе Могилёва. На суместном посаджении координационного совета по профилактике семейных проблем и комиссии по справах неполнолетних. У этих батьков дочка школьница заразьяна у детячем социальным притулку. У комиссии по справах неполнолетних зауважают, час разлуки не подструкнул у дорослых до выправления. Прогулы по праце без конца пьяные загулы. За пять месяцев батька до прикладу приходил до дочки только одной. Завод школы, у якой навучается девчинка, первое робить в основу. По работе с данной семьёй положенные динамики не наблюдаются. Родители не исполняют свои обязанности. По свиданиям девочки на данный момент занимается бабушка. Заинтересованности в том, чтобы ребёнок вернулся в семью? У родителей нет. Такие ж слова гучать и от правоохоуников, и от представников администрации предприемства, где працуют батьки. Комиссия вынуждена будет обратиться в суд с иском на лишение родительских прав. Абурая отсутность хоть какой-нибудь реакции батьков после такого вердикту. Ни мать, ни батька не сказали ни по услову с просьбой не забирать дитя. После неимоверных намаганий у всех так званых субъектов профилактицы не хотела галлоуного. Жадание самих батьков вернуть дошку. А вы вообще понимаете, в чём все эти вопросы сегодня? Да. Что у вас реактор забирает? Да. Вы так очень спокойно. Ну да, ну забирает, забирает. А мы будем жить дальше в свое удовольствие. Это удовольствие придёт в нехорошем последствии. Работа не даёт своих положительных результатов только лишь по причине того, что родители не заинтересованы в воспитании и содержании своих детей. То есть они самоустраняются от воспитания. И, конечно же, меры наши не всегда дают положительный результат. Другая пара – приклад супротлеглый. Той факт, что двух дочок забрали у притулок, да помог батькам на сам речь задуматься про свою житё и звычки. Огромное желание есть, конечно. Огромное. Да. Когда такая же ситуация заховается, дети худко вернутся домой. Даже за первой погоде 2017-го в Могилёве одобрены семьёв 44 дитя. Малые у притулку чекают в управлении батьков. Разом с тем, в относинах до 32 детей и подлетка у Могилёва их мамы и таты рашением суда позбавлены батьковских правов. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новина РГИОНА. Два человека потерпели у вынеку дорожно-транспортных сдарений в Могилёве. На Минской шаши подколы «Фольксваген» отрапила 60-годовая жахарка областного центра. Як поведомили, у дяшу та инспекция, она переходила проездную участку по пешеходным переходе. Жанчину шпитализовали. А на улице Чалюскенцева автомобиль «Сузуки» урезался у припаркованную «Тойоту». Сгодно по передней информации, 66-годовый водитель часово стратил кирование. Макчима заздаруя. У вынеку аварии мужчина отрямал серьезные травмы. Ягоны кировали у реанимацию. 50 тонн ячмень и 25 тонн кукурузы затрямали супрацовники Могилёвской мытни. Аперативники отдела по боротьбе с контрабандой выявили три факта незаконного перемещения грузов. Две машины фуражного ячмень и машину сбожа кукурузы супрацовники мытни спынили у разных районах в области. Ни на один сгрузов у водителям не было при себе документов. Отсутничали и фитосанитарные сертификаты, які подтвердили якость товара. Зараз и ячмень, и кукуруза знаходятся на складе часового заховывания. Затряманная сбожа чекает экспертиза. От яй и вынекал и будет залежать далейший лёс груза. Ну а лёс перевозчиков, вядомый, их чекает штраф. Приём грамадян по особистых пытаниях проведя помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилёвской области Геннадь Лауранко. Ладится приём будя у суботу, 22 ліпеня, у Крышовским райвы-Канкаме. Сустрэча отбудется по певному графику. Так, с 9 до 11 годин Геннадь Лауранко плануя провести промую телефонную лінію. По номерам у Крышеве 26644. После этого с 11 до 13 отбудется приём грамадян. По 5 дней записаться на сустрэчу можно по номерам у Крышеве 26638-26611. Приём будя проводится у кабинете номер 332 Крышовского райвы-Канкаме. У высшейших навычальных установок почалися внутренние уступные экзамены. А 17 ліпеня в НУ завершили приём документов на бюджетную форму навычання. А пошний день был напруженным для тех абитуриентов, кто подлечил балы інших. Каб поспеть подать документы на ту специальность, где у него больше шансов для поступления. В Белорусско-Российском университете за годину до закрытия у входных дверей абитуриентов, які сдають документы, не шмат. І у основным тыях, кто привёз документы з інших в НУ. Многие были у чакані. С подликами балов допомагають і батьки. «Если вы желаете именно на бюджетное место, тогда вам нужно смотреть на технический подпись с вашими балами». «Сначала хотела бы попробовать БНТУ, но там что-то не пошло по балам. Всё». «А балы какие?» «У меня? Сиклет, не скажу. А то я щас скажу, ты немножко неумный». «Выжидаю час, когда перебросят. Жду. Не с нетерпением. Интересно же, что будет. Ну, может, что-нибудь получше найдётся. Ну, мало ли, всякое же бывает». У приёмной комиссии «Хажуть» план по набору документов на бюджетную форму на Вучане яны выконали и пировыконали. «Конкурс небольшой, хотя на некоторые специальности, такие как автоматизированные системы обработки информации, промышленное гражданское строительство, автосервис, он присутствует и немаленький. Те абитуриенты, которые вдруг не проходят на бюджет Республики Беларусь, по всем ВУЗам нашей Республики, ещё имеют поступить в наш ВУЗ, единственный ВУЗ Республики Беларусь, который принимает до 26 июля на бюджет за счёт нашей составляющей по Российской Федерации». Ровно у 18 годин дверы ВНУ на приём документов зачинили. Некоторые поспели забегши литерально у опошней секунды. Хоть дверы зачинили, приём документов ты, кто находится во установе, протягивали. До речи сё лета проходный бал на некоторой специальности у высшейших научальных установах повеличился. У приёмных комиссиях меркует, что на это поплывала мягчимость отримания четвёртого сертификату. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. У Могилёвской области больше за 700 человек працы у Латкована в студентских отрадах, а их денежая маль 60. Распочался другой семестр летней працы. Объекты, где заденежена молодь, самые розные. Найбольшая масштабная работа разгортываются на будовництве Беларуской АЭС и на милиярации у Республики Коми России. Туда до речи накировались студенты Беларуской державной сельгаз-академии с горок. У Могилёве самые обыдные объекты, которые всё это примают молодёжные отрады, будовля корпуса онкодиспансера, сервисного центра по улице Симонова и бизнес-центра, что на месте былого домобыта. У Владислава Маршин летость працевал на рамонте моста Празднепр у Могилёве. Зараз вось будовництво бизнес-центру. И хоть сам не могилёчанин, а ли лечить за гонор працевать на таких объектах. В любом случае уже будет что рассказать другим людям, что, например, ты здесь был, здесь ты кирпич свой положил. Не первый раз у студентраде и Максим Лысковский, каже, что ещё пару год тому сябры подказали, что у организации БРСМ допомогуть уладкаваться у Будетрат. И Максим записался на летнюю працу и признается, что ни разу не пошкодовал. Работа разная, от сортировки арматуры до уборки этажей строительного мусора. Каждый день новая работа, работы хватает достаточно. А сколько часов вы работаете? Как обычно, как и все, с 8 до 5. Как и значил комиссар областного штаба студентрада Сергей Чичоу, головное, что у вынику все застаются задоволенными. У нас никогда не было плохих отзывов от принимающих организаций. В принципе, все довольны. И ребята довольны. Также, как бы, получились условия, да, хорошие, получились какой-то опыт и зарплата, в принципе, устраивают всех ребят. У студентских отрадок готовы пропоновать працу не только хлопцам, знайдать заняток и для девчат. Пухонные рабочие, официанты, уборщики. Далее, это педагогические виды работ. Все лагеря по Могилевской области трудоустраивают ребят из МГУ Кулешова. И производственные также есть. И медицинские тоже у нас есть в этом году отряды. А где они находятся? И экологические в лесхозах. Сезон булотрадов пожинается в мае и завершается торты сына у Костричнику. За этот час плануется организовать омаль 400 будовничных отрадов. Напереде еще самый горячий час працы у сельгаз-организациях. Павел Савицкий, Алена Мельщанкова, Александр Тарасов, Новины региона. Планует первый опал и рыхтуют печи и дровы. На базе от починку вербки под Бабруйском проходит 15-й международный пленэр по керамице Арджижель. Все литовым принимают удел 20 мостаков керамистов с 9 краин. С Беларуси, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Франции, Украины. И у першыню приехали у вербки керамисты из Индии и США. Девиз Арджижелю застается неазменным. От традиций до сучасностей празвопыт майстерства. А вось темы меняются все литы основные станет эмофлоры и фауны. Их трансформация у сучасностей. Головная задача кожного пленэру, говорить организаторы, развице беларусской керамики и потребка творчей молоди. Наприклад, у селитнем Арджижели приймают удел некальки выпускников мастацких установок дукации. До того ж пленэр международный, а значит, будет обмен опытом и традициями. За створением мастацкого твора с керамики можно будет и поназирать, и доведаться про количество керамичной справы. Наприклад, про тое, что глину для будущих экспонатов пленэру у вербки привозить, и она специальная. Прикладный разлик – 70 килограммов на майстра. На 25 липень запланованы показальные апал скульптуры. Завершится свято керамики открытем выставы у Бабруйским мастацким музея другого жнивня. Пачуть Антарктыду и навод штаб-кватеру Организации Объединенных Наций. Для этого не потребен телефон, запылнивать рады и аматоры. На березе райки Смородзена в Бялынинском районе они ладили туристичные взлетные, которые приехали десятки семью. Отпочивали, споборничали и, конечно, выходили в эфир. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Рады и аматоры повинны выйти на совесть, передать свои позывные и почуть провитанию отказ, кто зробит большую колькость сеанса в стане переможцем. Довольно просто, а лет только на перший погляд. У нас идет контест, так называемый. Это соревнование, открытое первенство российской Федерации. Мы в нем принимаем участие. Передаем контрольные номера, как мы их слышим, как разбираем. И плюс контрольные номеры и ту зону. Это чисто технический. А сейчас вот кого слышите? Сейчас вот у нас россиянин. А как? На связи? На связи Пермь. На Вататюль с туристичной базы при отповедных умовах на дворе сигнал может пройти по свету некольки тысяч километров. С большим интересом было повесить антенны, выйти в эфир, услышать Красноярск, Польшу. Ну и со всем миром провести связь. Это было очень интересно, захватывающе. Большаясть рады и аматеры в Беларуси затекавилися этой справой еще с советских часов. Кажут, это захопление на все житие. А туристичный взлет дает махчимость сустреться по за эфиром и за позывными, обачить реальных людей. Кристина Кранкевич, Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новина региона. Статус нематериальной культурной спадщины Беларуси отримали соломяные павуки с Быхова. Технологию такого плетения быховские майстры начали одражать мальчверц в тагодзе тому. Теперь тут собрана самая великая коллекция обярыгов. Почас свят Александры, сбираясь обру, на конкурсе красу вянок Александрийский майстрыц и директор детячей школы мастадства Ирина Кухтина презентовала уникальный вянок, головным элементом якого стал соломяный павук. Гэтый обярыг, говорит я, она не просто упражнение жилья, у им особливая энергетика. Соломяный павук считается берегом дома, семьи. Он делается к Рождеству, всегда колядом. И в течение года он собирает всю отрицательную энергию в доме и к новому году сжигается и вешается новый паук. Но, конечно, сейчас соломяные пауки у нас более сложной формы, мы не сжигаем, они несут декоративную направленность в нашей работе. Наши новины доступны и на сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюсь и ожидаю только приемных новинок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин